Нашёл я сцепчик, стоит одиночник, скучает, пап Саш его здесь бросил, дядя Вася его бросил. Я бы ещё круче отрезал бы на самом деле загонку, но если бы уже не было начато, я бы конечно покруче сделал бы. Вот так вот красиво из уклона вытекает чистейшая водичка. Мясо всё выловил, остальным ничего не оставил, короче, пускай бульон с картошкой едят. Вот восьмой сделал, уехал, а на каблы камни, но они ногами давятся, а вот сейчас пересохнет. Всех приветствую, Сергей Корняев, канал Будни Тартаристы. Пока в легковой машине, друзья, не в тракторе, еду из дома, ездил на ночь домой, первый раз за неделю выбрался, вчера закончил пораньше и не поехал никуда, поехал домой. У меня ещё апрель, коротко сейчас расскажу, там за последние дни бароновал в той же территориальной зоне, где мы с вами распрощались. Успешно доделал я эти хоронючки, где застрял, где порвал, к сожалению, по своей глупости трепешный трос. Ну утром приехал, блин, солнышко светило, прям классно всё. Всё просвечилось и, блин, если бы, наверное, не это блюдце, в котором я застрял тогда вечером, когда вот Ромка приезжал со мной прокатнулся, наверное-то там было ещё одно место и всё, по сути, больше застревать-то негде было. А так работал там на соседних полях все дни, было ещё одно, правда, застревание у меня тоже такое жёсткое, вечером, так же вечером, у меня всё застревание вечером, блин, часов в семь, когда уже, по сути, надо собираться, ехать, цепь отцеплять где-то в кустах, где-то, блин, там на середине поля, а я пытаюсь ещё что-то сделать и застреваю, уже, наверное, усталость, ни глаза не видит, ни мозг не соображает, ну тоже стревание было такое, прям, я раз, наверное, 7, блин, переезжал, чтобы выехать, потому что всё мягкое было, ну и под конец и под сладкое я оставил себе это поле, блин, где у меня разваливался сцеп, собственно говоря, и вот это соломистое поле, 70 гектар, которое тоже поначалу забраковал и не сунулся, и по Чизелёвке вчера ходить начал, блин, тоже тряска, большая часть сухая, клёклая, смотрю, рамка лопаться начала и, в общем, инженер вчера приезжал со Славикова, опять мне подваривали рамку, перебил пополам аж и сварку, и перебил пополам верхнюю накладку, пластинку, прям ещё чуть-чуть бы, у меня бы рамка упала бы наборами, ну подварили, я добил и приехал на бригаду, собственно говоря, вчера, сначала продул трактор, продул фильтра, очень пыльно, не продувал неделю, прям по пыли шпарило вслед, помыл трактора, оцепил свой сцеп барон, и теперь нужно ехать на восьмое поле, собственно говоря, где тоже уже был, это, наверное, были уже все мои коллеги, кроме Кировца, там стоит Сцеп Михалчев, там Михалч переезжал барновать и побарновался он там чуть-чуть и сеять поехал, а Сцеп подцепил класс Аксин 940, поработал и там у него случилось страшное ЧП, у него застучал двигатель, прикиньте, все, наверное, третий день, как он уже стоит, вчера движок ему сняли, отвезли на ремонт и когда теперь это все будет, когда его зачинят, очень-очень под большим вопросом, а там, по информации предварительной, пополам сломан коленвал, я вчера застал его разоборот, еще с двигателем на земле, сейчас он просто стоит, запчасти раскиданы все, вот так вот, печально, но одна из ведущих единиц, которая участвует на подготовке почвы, у нас отпала, по сути остается, я Кировец и всё, 12.21, время от времени там что-то пытается нам культивировать, но опять, как закрытие влаги больше, Мишка там ездит с этим КПО-9, правильно, сейчас просто пересевают, ребята, поля в Никитино, под 400 гектара зимой пшеницы, всю на пересев, ну как, не пересев, а подсев, там не культивируют, там прям они всевают поперёк поля, чуть с меньшей нормой высева, ну там прям большими пляшинами, прям всё погибло, и прям Лёшка Михайлович там трудится, ну и в принципе все вот новостя, пока едем, так что сегодня будем работать с чужим сцепом, добьём восьмое, и наверное, прям за ангаром, девятое поле тоже там подсохло, с блюдцами, с сыростью ими есть, но вроде там нормально, должны удачно всё это провернуть, и дальше Беднар, вот, Беднар, мой свифтер, желток, основная нагрузка пойдёт, ну я, как обычно, на общагу сейчас сначала еду, вещи сброшу, мы уже потом сюда поедем, время, кстати, 35 минут седьмого. Друзья, хотелось бы вам рассказать сегодня про компанию Велес, которая является лидером продаж на рынке почвообрабатывающей техники, среди российских производителей, и в целом, Борская профсюба, линейку техники компании Велес, но сегодня мы затронем именно ихнюю новинку, тяжёлый чизино-дисковый агрегат ПЧП. Эта комбинированная машина за один проход измельчает и заделывает растительные остатки, будь то жневьё кукурузы или пшеницы, проводит глубокое рыхление почвы до 40 см, разрушая плужную подошву, а последняя рабочая зона, ножевой каток, мульчирует уцелевшую стерню, чтобы у вредителя не осталось шансов перезимовать. За счёт своей мощной конструкции этот агрегат способен работать в самых тяжёлых условиях. Если кратко описать конструкцию машины, то мы имеем X-образно расположенные дисковые батареи с диском диаметром 610 мм. Между дисковыми батареями находятся чизельные стойки, защищённые пружиной защиты с усилием срабатывания в 700 кг. За дисковыми батареями находится мульчирующий ножевой каток. Такая машина на сегодня не имеет отечественных аналогов. Она специально создавалась, чтобы дать нашим фермерам возможность импортозаместить ушедший импорт. Увидеть полный обзор на агрегат ПЧП вы можете на официальном YouTube-канале компании «Велес». А с техническими характеристиками и другими возможностями как этого агрегата, так и с другими орудиями вы можете на их официальном сайте. Ссылочки будут в описании под видео. Обязательно переходите и интересуйтесь. У компании много интересных и достойных орудий. Ну что, поедем на заправку. Руль тугой не проверялся. Руль тугой не проверялся. Промыл? Промыл? Да. Ага. Вот такую могу ручку дать. Нет, не надо мне с такой надписью ручку. Блин, да? Надо что делать? А есть такой. Давай. Ай, Джун Дировский схватил, а водороснад не взял. Вот ты какой. Нет, а что-нибудь снять надо, да? Там ещё фонарики есть, JCB, и я там принесу. Мне кажется, там джун Дировский маленький фонарик, как брелок есть. Спасибо Юрьевич. Пожалуйста. Подписку спасибо. Подписку тоже. Подкрай, ну глянь. У меня такая же цель. Да, да, да. А я вчера Кёрхером, она отлетает. Да я ко мне заезжал вчера один. Хороший человек. Какие подгончики сделал. Приятные. Брелок там, Джун Дировский. Ручки там. Есть свои люди, как говорится. Стёкла, конечно, надо отмывать уже со средством. Всё в разводах, в белых, конечно. После это, после мойки. Сцепчик мой стоит. Михалычева нет. Михалычев в поле. В принципе, мне всё равно, Михалычевцев надо забирать оттуда. Поэтому доработаю поле и его сцепом и отцеплю. Можно доработать поле своим сцепом, а потом один ехать за Михалычем сцепом. То есть, ну как бы, как ни крутить. Я сейчас наблюдаю такую картину интересную. Вася, который на классе работал, сейчас заливает воду в ДТ-75. Этот трактор нас спасёт. Аккумулятор. Смотрю, один стоит уже. Не знаю, второй как. А я блекулерную баклажку забыл. И, наверное, сейчас поеду съезжу. Заберу её. Водичку хочу родниковую. В себе. В комнату. Потому что такая... Даже домашнюю, которую я привозил... Накид на чайнике сильный. Мы её сейчас в уголочек поставим. И нормально у нас денёк с нами покатается. А вечером уже в общагу завезём. Ну, погнали. Бутылочка, вот она. Васька и правда решил работать на ДТ-хе? Сейчас огромное подошло. Говорит, ты восьмой добивай, а девятый давай, типа воськи оставим. Наверное, у них больше ещё цель перетащить сцеп, который уже два года живёт где-то там. Там, в кустах, в траве зарос походу. Как я его перетащил туда, после меня другой человек работал на ДТ-хе. В двадцать первом году. В двадцать втором году он уже не работал. ДТ-хе стояла весь год. Кстати, ДТ-хе ровно год отстояла вот на этом месте. После того, как ей мотор перебрали, точнее заменили. И, короче, наверное, они сцеп хотят перетащить. А где же они его перетаскивать будут? Пока непонятно. Видите, агроном говорит, а ты ещё побарноваться не съездишь в Лесуново. А Лесуново, это были, по сути, где я деревья корчевал. И где я скакал по свежепаханной пахоте. Там после ржи у нас пахано было в двадцать первом году. У нас вообще на все года рожь там растёт в этом Лесуново. Лесуново, Пустотино. Ну такие тоже края далёкие. Ну съездим, что надо, так надо. Я вот не знаю, наверное, к центральному выходу я не попрусь. Туда вниз заезд. Я наверх где старый был раньше заход. Здесь. Старая лестница такая уже сгнила. Отчасти все вниз туда заезжают. Обычно даже летом, рано утром здесь есть люди. А так вот он. Там ворота есть, вход. Тут красота какая. И вам видите, арочка. Туда проход, тропинка есть. Туда как раз к часовенке. Купель. Кто желает, может занырнуть. Вот так вот красиво из уклона вытекает чистейшая водичка. Давайте пробу снимем. Красота. Ладно. Давайте там еще работать. А вот гляньте, какой вид открывается. Семён на холме стоит. Всё остальное в низине. Речка Пуроня. Вот она извилистая. Красота. Нашел я сцепчик. Стоит одинёшник. Скучает. Пап Саш его здесь бросил. Дядя Вася его бросил. Сейчас дядя Серёжа его заберёт. Приютит, пригреет. Ну вот тут, блядь, оклёкло, да. Михаил говорит, тут херу сидишь, блядь. Чизелёвка моя, блядь. Усохло. Ну до этого сыра было. Ну может здесь на бугре было нормально, но, блядь, вся селёдка, поле, блядь, большая часть, она вообще сырая при сырая была. Сейчас глянем тоже по состоянию, но я думаю всё нормально, цепь крепкий. Тоже с тросом. Но есть что, у меня тоже чалка есть. Надо идти. Пальчик вынуть. И подключить гидравлику, приопустить дышло. И тогда подсоединю. Ладно, стартуем. Сейчас тоже задачка будет такая, знаете, надо будет мне перерезать диагональ, потому что то, что у меня, это практически крутая такая диагональ, но не поперёк, но прям очень круто было. А сейчас то, что ребята здесь уже работали, они перерезали, по сути вот это, это разворотная, у меня должна была быть, а сейчас это будет, ну так, диагональ. Ух, пылюка. Слушайте, ну на Михайловичу баране тоже, конечно, дуги ходят, блядь, ходуном. Время только 9-й час утра, у нас к чаю изюм белого винограда. Я бы ещё круче отрезал бы, на самом деле, загонку бы. Ну, если бы уже не было бы начата, я бы, конечно, покруче сделал бы. Половчей, может быть, заделывались бороздки. Ну, теперь как есть, надо добить и рвать когти опять на дальняк, в другую сторону. Думал, блин, всё, последний день у меня баранотки. Не тут-то было. Ну, я на 8-й передаче, кстати, последний день работал, а не предпоследний день работал, не вчера, а вчера. 139 гектар закрыл на 8-й передаче. И при том у меня обломило два поводка, я менял, две шпильки сломал, две цепочки я прикручивал на болты. Был у меня такой ремонтик там нормальный. Раз-три я останавливался, пауза была. Ну, ничего, всё равно неплохо поработал. А так, по настройкам, друзья, ничего у меня не изменилось. Ширина захвата здесь установлена 20,5 метров. Полметра я отдал на перекрытие. По гидравлике у меня третье секция рабочее. Давление выставлено на шестёрку. И 5 секунд у меня подъём на щелчке. Опускание я убрал. Опускание я рукой делаю. Вот, смотрите, сейчас край будет. Всё, край. Щелчок. Скидываю обороты. Разворачиваемся плавно. Всё, 5 секунд. При... Там давление он мне поднимает как раз. Сколько мне нужно. Тихонечко разворачиваемся. Колесо по факту на месте стоит одно. Щелкаем навигацию. Прибавляем оборотов. Держу. Щелчок делаю, чтобы включился счётчик. Всё, зарисовка пошла. Если надо, чуть приподнимаю. Если надо, чуть опускаю. Ну, чтобы цепочки ослабли. Можно и опускание сделать также 5 секунд на щелчок. У меня так было. Здесь просто счётчик очень нужен. Я вообще его всегда им пользуюсь, счётчиком. Ну, просто, когда вы закрываете, допустим, какое-то небольшое поле. И вы знаете, что вы сегодня его сделаете. По факту он счётчик-то и не нужен. Тебе его всё равно закроют это поле. Ты его сделал, оно твоё. Счётчик нужен, допустим, когда поле большое. Там 300 гектар, 200 гектар. Ты его за день не делаешь, чтобы отчитаться агроному или учётчице. Я сегодня сделал столько-то. А потом, на следующий день, когда ты добиваешь поле, я, допустим, уже не подсчитываю. В основном, я просто говорю, что это поле сделал, переехал на АТО. Мне по остатку закроют первое поле, условно говоря. А здесь нужен счётчик, потому что здесь работал и Михалыч, здесь работал и Класс, Васька, все по чуть-чуть, поэтому нужно понимание какое-то, сколько-то кто сделал. Но опять-таки, прибегнут к вычислительным операциям. Можно прикинуть, сколько сделал я до этого, сколько там Вася, сколько Михалыч. Ну, посчитаем. Так, ну закончил я там с кусками, около леса полосы, теперь выходим на полноценный. Ну как он полноценный? Он тут, кстати, полноценный гон, потому что я там поперёк ходил. Ну, тогда этого куска может стать от наш длинный гон. Но прежде вот придётся сейчас нам отрезать и отбить себе разворотную полосу. Не буду я садиться на пассажирское место, так буду сейчас ориентироваться. Здесь вроде бы сырых участков пока не наблюдаю. Будем двигаться потихоньку, так вот. Пока так же на восьмой передач. Потом, может быть, переключимся на седьмую, потому что потом пойдём мы в целом поперёк прям чизелёвки. Сейчас мы пока что одним колесом идём вдоль разворотной опять чизельной. Другое колесо идёт по диагонали. Воу-воу, такие нормальные перепады высоты, блин, да. Сейчас поднимемся на холм, повернём в сторону. Я далеко не поеду разворотной, наверное, бивать, хотя можно и съездить, какая же хрен разница. За эту неделю привык уже, в принципе, я к ширине захвата бараны. Сиденьце у меня подскрипывает. А подскрипывает именно механизм качения вперёд-назад. Если его сейчас отключить, то всё, будь тихо. Сейчасester подскрипывает邊. Да. Мне нужно взять шар color. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По осени... Глубокорыхлителем прошелся... Сзади уже лощин идет... Туда на 9-й по сути... Ну как, 9-й, это тоже уже кусок 9-го... Но я что... Тогда не мог проехать осенью туда... Что сейчас... Так что оставил... Да, мне, собственно говоря, полдник привезли... Времечко уже мое... Половина пятого... Как раз только начали... По факту я первый... Ну никак... После... Первый из механизаторов... После... Там тока... Это точно... Кто на весовой... Те первые кушают, конечно... Сейчас я приправки насыплю... Все у нас на полдник... Ооо, класс, да? Картошка... Картошка с мясом... Мясо все выловил... Остальным ничего не оставил... Короче, пускай... Бульон в картошку едят... 102 гектара уже сделано, на самом деле... Сейчас чуть-чуть... Здесь, конечно, крутёж сейчас много будет... Потому что тут... Так... И короткий гон... Ну все, выбьем... Позвоним агроному... И поедем с вами, наверное... В далекое путешествие... Троицы Лисунова... Места... Моих подвигов... По корчеванию... Ну вот... Наложил мисочку... Человек отпустил... Он не ждет, пока я поем... И грязную чашку положу... Оооо... У нас просто... С заставкой обедут... В подниках... Есть такая проблема, что... Когда все... Механизаторы разбросаны по району... Кому-то могут... Обед привезти... Или вот полный... Как мне... В полпятого... Потому что я близко нахожусь... А кому-то... Как я, например, был... В Никитино... Уже последнему... Это было бы уже... Где-нибудь пол шестого... А то и в шесть вечера... Естественно... Там уже... Еда остывает... И не так вкусно... А из-за чего? Из-за того, что... Люди разбросан этот раз... А еще... Мы все стоим... И... Человек, который развозит обеды... Ждет, пока мы поедим... Хорош жрать... Давай работать... Да нет... Все быстро... Поели... Чайку попили... Постик... Выложили... Вконтакте... В телеграме... Есть еще ссылочки в описании под видео... На группу... Вконтакте... И на телеграм-канал... Бонни трактористы... Ах да... И наверное еще не рассказал про то, что у нас... У трактора... У Джунтира... На... Третий... Или второй... День работы... После того, как ему зачинили двигатель... У него развалился... Ну не передний мост... А именно бортовая... Аж вклинило... И в общем теперь... Трактор работает без переднего моста... Все потроха тут вынули... И по сути теперь он только заднеприводный... Вот он сейчас параноид... Пока что... Как может... Потом как что будет... Тоже непонятно с ним... Вообще ему вроде планировали купить... Опрыскиватель... И с опрыскивателем в принципе он... Будет работать... Вполне нормально... Открыскиватель... Усталить... А? Вот он. Усталить... Вернивая... Завotchит... Вернивая... Усталить... Усталить... Всё, агроном позвонил, сейчас подъедет, ну а я пойду погляжу бороны, то вон камень торчит и замки. Пойду раз топорю и всё, и можно выдвигаться. Ты мне сказала, что веры мне нет больше никакой. Я посмотрел тебе след, плюнул, выпил, махнул рукой. Ты мне сказала, что я пьяный, словно тупая свинья. Я улыбнулся в ответ, что ж, правда твоя. Да, я выпил, а кто сейчас не пьёт? Либо мутант, либо моральный урод. Да, я выпил, а в чём здесь вина? Правда всегда одна. Ты указала на дверь и сказала, чтоб я уходил. Ты мне сказала, что я дегенерал и дебил. Только меня извини, но пойми, что твой мозг маловат. Слишком различны системы наших координат. У меня же такого нету, бля, я прямо в очке сидел, Огорёк ехал. Он едет, короче, палец, бля, слышишь, правда, с кабины палец. Бум-бум-бум-бум-бум. Скачет, падла, прикинь нафиг, бля. У меня как-то он в лотях обычно, я еду, а здесь палец прыгает. Я, бля, в шоке. Да, такое потерять дело. Солнышко только не пойми. А ещё лавки есть, я смотрю, по-другому. Да не, она даже на этом есть, Игорёк. Знаешь, что хреново? Вот восьмой сделал, уехал, а на каблы, камни, но они ногами, сука, давятся. А вот сейчас, бля, пересохнет. Да, сейчас сразу хуякнуть бы, я бы его разбил. Боюсь, сука, камни пересохнут, боюсь. А здесь, бля, 300 гектар, да, у нас по 300 где-то. Нет, погоди, ну да, 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 да. 300 где-то, да. Ну и хер. Там, короче, у меня 106 получилось. Ну я ещё тут на 9 колочек получать заехал, как чиселевал, так я её всё-то выкружил. Я очень не дождался, Василия, как-то. Чего? А он, что, всё, я, как, передумал. Передумал что? Но он его запустил хоть? Да. Он его хоть запустил? Не знаю. А, даже не знаешь? С утра вроде не был у него сильный. А всё. Я только прям приехал, ещё время-то было, даже не 7. И он уже, это, аккумулятор отсек вскрыт был, заправки еду, уже воду заливает. Интересно. А кто же мой инженер надоумил? Что, надоумил какого? ДТ-75. Да я думаю, он стал, только предлагали ему, по большому счёту предлагали, а поработать даже себе не захотел. А что не захотел? Там зарплаток такой хороший, блин. Я считаю, что это вообще, на ДТ. Нормально. Не, я понимаю, почему я на ДТ тогда согласился. Потому что мне интересно был контент снять на нём, блядь. Вот это. И такой своеобразный закрыть, знаешь. Галочку себе такую поставить, что я на ДТ-75 работал, знаешь, Игорёк. Ну а дальше как бы всё, а, тоже энтузиазм хорош, нафиг, блядь. Всё, отрезаю загонку, блядь. Болтал-болтал, оказывается, камера была не включенная. Ничего интересного я вам не рассказывал. Просто вносил настройки. Отрезал. Иду. Солнце светит, в принципе, удачно. Сейчас посмотрим. Есть здесь пятушки какие-то. Ну так земля клёкла, в принципе, должны пятнышки держать. Агроном там сзади стоит. Смотрит, как там качество. Вон там, за посадкой, озимая рожь, где я корчевал деревья. Нам там работать не придётся. Ну, наверное, вечер мы с вами потратим на то, что поработаем на ручках, а именно буду поджимать разворотные себе на завтра. Сейчас пройдусь. Сколько... Сколько хватит терпения, сколько хватит желания. На седьмой передаче, неспехом, в перевалочку. Сейчас проедемся. Ошибка связи. Связь восстановлена. Тут, в общем, они, поля, не шибко большие, вот на 300 гектар. А, блядь. Она ещё и не допахана, оказывается. Я до стерни дошёл. Её просто... А тут что-то сыро. Так, здесь... Раз, там, два... Три, и там четыре. Четыре поля. Блядь, я вот так, наверное, объеду, не буду ссуваться в эту сырость нафиг, блядь, пускай нас сохнет. Да? Зачем нам рисковать? Ну, да, блядь, этот кусок недопаханный, оказывается. Значит, тут... Тут уже не 300 гектар. А, может быть... Да, уже не 300. Да мы пока ехали, агроном звонил, обсуждал с гендиректором, как лучше поступить. Но насчёт меня. Я же сюда на дальняк уехал один. И, как быть, либо мне самому ездить, либо... Чтобы здесь охрана оставалась, сторожил и трактор. Но, говорит, давай, лучше ты будешь ездить на тракторе сам. Ну, в принципе, это решение правильное. Знаете, почему? Заправка. Делаю всё в заправке. Пока ко мне приедет заправка, я могу здесь проторчать и профилонить. Утром я сам заправился, без горя. и... и спокойно поехал работать. Пускай я там потратил на дорогу сколько там, полчаса, но зато это будет намного эффективнее. Развернулся на стерне. Е-мое, почти 13 гектар получилось, народ. 13 гектаров я проехал, ну, не по кругу, скажем так, но из четырёх сторон поля три я прошёл. Ну, вдоль стерни я не проходил только. Стерня у меня и будет разворотной. я буду на стерне промахать по диагонали. И вот в два прохода, три стороны у меня получилось 12,6, но с учётом ещё загонки. Нормально так, я на руках прокатался. всё. Теперь можно поработать полноценно по навигации. На восьмой скорости так и будем работать. Девятую включать не будем. Достаточно тут тоже клёкло, тресковато. Не будем разбалтывать не халчатся. Сцеп тоже. У меня и на восьмой неплохо получается закрывать там и по 130-140 гектар в целом. Я пока что ещё не решил до скольких буду работать. Пока в планах выбить большой клин, а там посмотрим. Уже где-то без 15, наверное, до без 10-8 вечера. Ну, сейчас световой день удлиняется, так что можно вполне там уже и до 9 работать. Можно и в ночь уйти. Как говорится, всё в моих руках. Когда захотели, да уехали. По солярке у меня ещё вполне прилично. На 2-3 часа есть 100%. счётчик выключил, потому что узенькая полоска идёт. Сейчас мы забираем и потихоньку разворачиваемся. до Лёшки что-то не дозвонился, занят с кем-то разговаривает, поинтересовался чего-нибудь там с потиум озимой пшеницы в Никитино. И до скольких они вообще планируют сегодня работать. Ну слушайте, нормально, мы по вечер приехали, уже 22 гектара здесь сделали. Ого, прям нормально так. Всё хорош. Что-то подзамучился пальцем вытаскивать, блядь. Баронаврады такая же, но уже всё по-другому в каких-то мелочах. В опущенном положении дышно всё равно задрато. Вот и вот цеплять завтра хрен попадёшь. Сегодня такая херня. Сегодня на ухот заезжал. Гидравлик резко опущу, дышла. Она пока качнётся вниз-вверх, я успел залететь под неё. Ну да, ладненько. Всё, едем на бригаду, а потом общагу. Время без 10 9 вечера, 31 и 6 гектара. Супер, супер. Ну поле суровое, тряска борозды, клеи, промывины жёстко, конечно. Всё, на этом всё, ребят. Спасибо за внимание, оставайтесь с каналом. Всем удачи, всем добра. Субтитры Субтитры